11 июля наш соотечественник Пётр Ян проведёт титульную встречу в лёгком весе против бывшего чемпиона полулёгкого веса Жозе Альдо. И это будет схватка за вакантный трофей легчайшего дивизиона, который оставил Генри Сихуда. Я предлагаю вам послушать мнение бойцов об этом противостоянии и узнать их прогнозы на предстоящую встречу. На самом деле в этом я виноват. Моя вина в том, что Альдо будет драться за пояс, потому что именно с ним я должен был драться изначально. Но потом началась пандемия и титульный бой получил Доминик Круз. UFC уже не мог забрать титульный поединок у Альдо, так что матчмейкерам пришлось сдержать своё слово. Я считаю, что за пояс должны подраться Алджимейн Стерлинг и Пётр Ян. Тут решит случай. То же самое, что и бой Кори Сентхагена с Алджимайном Стерлингом на UFC 250. Победа могла бы достаться любому. Я говорил, что победит Кори, но совершенно не удивлён победе Стерлинга. Бой Яна и Альдо тоже может повернуться в любую сторону. Я понимаю, что прошло 4 года, но основываясь на совместных тренировках с Яном и Альдо, я считаю, что их технику нельзя сравнивать. Я слышал, как так называемые специалисты говорят, что Ян превосходит Альдо в боксе и кикбоксинге. Но это огромная ошибка. Их просто нельзя сравнивать. Возможно, Ян моложе. Он мотивирован и очень тяжело тренируется. Но их техника на разных уровнях. Альдо более разносторонний и обученный боец, не говоря уже о том, что Альдо намного тяжелее и сильнее. Когда Ян приехал к нам, он весил около 148 фунтов. Он всегда был очень худым, так что их просто нельзя сравнивать. Это будет отличный бой, потому что Ян и Альдо всё время идут вперёд. У меня предчувствие, что Альдо нокаутирует его во втором раунде. Если он не сможет его нокаутировать, это будет 5-раундовое избиение Яна. Но если бы мне пришлось ставить, я бы поставил на победу Альдо нокаутом во втором раунде. На самом деле, мне всё равно, кто победит. Я ни за кого не болею. Победит Ян? Отлично. Победит Альдо? Всё равно. Пусть победит сильнейший. Они оба отличные бойцы, как и я сам. Пусть будет соперником один из них. Не могу предсказать их бой. У Яна есть трюки в рукаве. У Альдо есть хорошие навыки джиу-джитсу. Но в последнее время он рассчитывает на свой бокс. Может быть, он вернётся к прежним лоу-кикам. Посмотрим, что получится. Мои навыки подходят для битвы с любым из них. Моих навыков борьбы будет достаточно. Петя-фаворит. Скорее всего, он и в игры. Очень удобный для Пети соперник. Он только ударник и не борется. Петя сможет его и перебить, и забороть, если понадобится. С небольшим перевесом, но для меня фаворит в этом бою Пётр Ян. При всём моём уважении к Альдо. Они оба высококлассные и техничные бойцы. Хоть Альдо и старше, но он сохранил и скорость, и силу. Оба бойца хороши и в стойке, и в борьбе. Оба выкладываются до конца. На стороне Альдо его огромный опыт. У Яна преимущество – это его молодость и огромная мотивация. Для меня Альдо более опасен во всех компонентах, чем стерлинг или любой другой претендент. Я согласился на этот бой без лишних колебаний. Это отличный вызов, возможность заявить о себе. Подраться с Альдо – это одна из высших ступеней. Это моя работа. У меня была цель взять пояс ACB и провести защиту, потому что мы уже думали о UFC. Понятно, что когда ты тренировался с человеком, у тебя к нему только положительные отношения. Но опять же, это не я пришел в его вес. Не я пришел отобрать его хлеб. Это он идет ко мне. Я бы сказал, что это бой – чисто спортивный интерес. После него мы пожмем руки, и все будет нормально. 11 июля я выйду в клетку, чтобы делать то, что я больше всего люблю. Продолжаю работать с большой самоотдачей и упорно трудиться в поисках победы. Погнали! Я рассчитываю на вашу поддержку, друзья! Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал прогнозы на титульные противостояния турнира UFC 251. В том числе на бой за вакантный пояс в легчайшем весе между Петром Яном и Жозе Альдо. По мнению российского бойца, 11 июля его соотечественник покинет октагон с чемпионским поясом. Также Нурмагомедов полагает, что Комаро Усман успешно защитит титул в поединке против Гилберта Бернса, а Макс Коловей вернет себе чемпионский трофей в реванше с Александром Волкановским. Друзья, и мне будет очень интересно узнать, как вы думаете, кто победит. Пишите в комментариях ваши прогнозы на этот бой. И не упускайте из виду кнопки лайка или дизлайка. Субтитры сделал DimaTorzok